Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. Я Пашкевич Анна и в этом видео мы с вами поговорим о такую тему, как баклажаны, основной уход в конце лета, подкормки и другие тонкости выращивания этой южной культуры. Баклажан, так же как и перец, так же как и томаты, относятся к теплолюбивым культурам, но из этих трех названных он наиболее критично переживает перепады температур, которые обычно характерны для умеренного климата уже в августе месяце. Оптимальная температура для роста и развития баклажанов составляет 21-25 градусов. Если температура среднесуточная ниже 18, то растение останавливается в росте, блокируются все ростовые процессы потребления питательных элементов, вплоть до того, что могут осыпаться свитки и зависть. Поэтому, когда мы фиксируем понижение температуры, необходимо, если это открытый грунт, то однозначно укрывать баклажаны, если это теплица, то стараться сохранять в ней тепло, например, с использованием полиэтиленовых бутылок, заполненных водой, или также прибегать к дополнительному укрыванию. Чтобы вы не писали в комментариях, как работают бутылки с водой, я разъясню. Вода является хорошим теплопроводным материалом. Когда мы раскладываем по периметру нашей теплицы, по дорожкам бутылки с водой, то за день она активно нагревается, и за ночь она постепенно охлаждается. И таким образом температура в теплице не падает ниже тех критических показателей, которые нужны для нормального роста и функционирования баклажанов. Поскольку баклажаны по-прежнему активно плодоносят, цветут и формируют новые побеги, то необходимо их постоянно подкармливать. Они относятся к тем культурам, которые очень хорошо отзываются на подкормки, особенно если они органического характера. Баклажаны любят азот, но неохотно потребляют азот из минеральных удобрений. Поэтому в случае баклажан необходимо дать предпочтение различного рода настоям, например, коровяк или лучше даже куриный помет. При этом органические подкормки должны быть более концентрированы. В среднем 1 литр курника на 10 литров воды и этим концентрированным раствором проливаем каждое растение баклажана из расчета пол-литра-литр в зависимости от роста и степени развития вашего растения под корень. Также баклажаны активно нуждаются в калий, который можно найти в калийных подкормках в виде минеральных компонентов, например, сульфат калия или монофосфат калия 10-15 граммов на 10 литров воды. Также калий будет содержаться в хорошем достаточном количестве для наших растений в золе, особенно когда речь идет о печной золе. Помимо этого не забываем подкармливать наши баклажаны. Растворами микроэлементов можно совмещать их в баковые смеси. Основными микроэлементами, в которых нуждаются баклажаны, так же как и перцы, являются бор и цинк. Так же как для томатов, перцев и баклажан при отсутствии или нехватке кальция будет характерно проявление такого заболевания, как вершинная гниль. Сначала будут образовываться черные точки, которые будут постепенно разрастаться у основания плодов. Для того, чтобы предупредить развитие вершинной гнили, необходимо включать в рацион питания баклажанов кальций, содержащие препараты. Например, кальциевая селитра из расчета 10 грамм на 10 литров воды, корневая подкормка. Также можно использовать хилатированный кальций, например, в таком препарате, как брексил кальций, и вести обработку по листу. Двух кальциевых подкормок за весь сезон роста и развития баклажанов будет достаточно. Если говорить о поливах, то необходимо помнить, что к моменту начала созревания плодов поверхностная корневая система баклажанов постепенно углубляется и переходит в более глубокие слои почвы. Поэтому необходимо сокращать дозу вносимых поливов, вносимой воды, например, из 4-5 литров постепенно переходить на 1-2 литра под одно растение. Поливать в зависимости от степени увлажненности грунта, в котором растут ваши растения, но не реже одного раза в неделю. Также необходимо помнить, что если температура почвы снижается ниже 13 градусов, то поливы необходимо вовсе прекратить, так же как и подкормки, поскольку корневая система совершенно перестает работать и активно включаются в работу корневые гнили. Чтобы предупредить их развитие, распространение, профилактически можно обрабатывать почву, в которой выращиваются баклажаны различными препаратами, например, фитоспорином. Также можно и нужно мульчировать баклажаны, чтобы не шло чрезмерное испарение влаги из грунта и чтобы сохранялась более комфортная температура для корневой системы этих растений. На протяжении всего вегетационного периода, в том числе и в августе и в сентябре, мы ведем профилактические обработки по листовым поверхностям против различного рода вредителей. В том числе против паутиного клеща, который был в нашем случае на растениях. Против него мы ввели акарицидным препаратом битоксибацелин трехкратную обработку с интервалом один раз в три дня. В конце видео хотелось бы напомнить о том, какие же плоды готовы к уборке. Если речь идет о грушевидных плодах, как в нашем случае, то расстояние от чашечки до кончика плода должно быть в среднем около 10 сантиметров. И ширина плода должна быть в среднем 4-5 сантиметров. Если речь идет о более длинных вытянутых плодах, то там длина плода должна быть около сортовых характеристик в среднем 15-25 сантиметров. Также поверхность плодов должна быть фиолетовая, лиловая в зависимости от сортовых характеристик, но никак не коричневая или ближе к этому цвету. Потому что это уже будет говорить о том, что ваши плоды перезрели. Но обязательно смотрим на наличие глянца или блеска на плодах. Это также сигнал о том, что ваши баклажаны готовы к употреблению. Надеюсь, что вы не забудете нас порадовать своими лайками и подписками, а мы вас порадуем обязательно новым видео. До скорых встреч и всего вам доброго!